здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 77 уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих в этом уроке я хочу вам показать классный красивый слайдер изображений чем он красив а то что у него есть уникальные анимационные эффекты перехода с картинки на картинку вот сейчас вы можете видеть то есть не такие банальные эффекты которым мы уже привыкли в адоб news там эффект воцветания или переход по горизонтали или по вертикали да а здесь есть такие крутые эффекты как в дорогих слайд-шоу переходим в адоб news и рассмотрим данный виджет итак из библиотеки я перетаскиваю на холст данный виджет и у него есть ряд настроек давайте их рассмотрим сразу же вы можете определиться какой вы хотите делать ширины высоты слайдер подтянув вот за эти маркера и прежде чем мы рассмотрим с вами настройки нам необходимо сначала наверно загрузить изображение и так поэтому чтобы загрузить изображение мы смотрим в настройки в самый низ вот сюда и смотрите что здесь мы имеем максимум мы можем загрузить до 8 изображений если меньше вот здесь вот enable галочку снимаем например нужно всего 3 а смотрите галочки горят вот у трех изображений и нам доступно только три ссылки добавить файл соответственно все остальные они не активны чтобы все активировать проставляем здесь enable image везде галочки если у вас например есть 8 изображений я загружу только три и сразу вас предупрежу у вас должно быть подготовлены ваше изображение одинакового размера то есть должны быть одинаковая ширина и высота изображения я кликаю по первой ссылке добавить файл и выбираю файл с компьютера я подготовил одинаковое изображение загружаю одну дальше кликаю по второй ссылке имидж добавить файл выбираю 2 изображение открыть и клику по третьей ссылке добавить файл и открыть в принципе вот с нижней частью здесь все понятно переходим теперь к настройкам нашего слайд-шоу и так первая настройка это эффекты если мы кликнем сюда то у нас выходит список и нас имеется здесь название самих эффектов я вам советую выставить рандом первое то есть эффекты будут автоматически выбираться и каждый раз будет разный эффект из всех предложенных оставляем так следующее поле анимацию speed м с этого миллисекунды по умолчанию 500 смотрите это скорость самого эффекта анимации то есть как эта анимация происходит можно здесь увеличить или уменьшить а дальше слайд дисплей тайм миллисекунды 3000 это именно скорость перехода самих картинок то есть смена картинок то есть верхняя эта скорость самой анимации когда картинка сменяется до понятно вот этого а нижняя эта скорость именно перехода с картинки на картинку принципе можно оставить так смотрится нормально а вот это поле по умолчанию отключена галочки вот здесь нет и у нас вот эти два поля не активны это у нас выбор какой-то определенной своей ширины и высоты нашего слайд-шоу я предлагаю вам не трогать эти настройки оставить как есть потому что в принципе за ползунки мы галерею можем растянуть так как нам нужно дальше старт рандом слайд не совсем понятно вот эта функция старт рандом слайд у нас в принципе так рандомно должны перелистываться изображение но в принципе можем поставить галочку скорее всего это связано как-то с анимационными эффектами оставляем галочку слайдер тема у нас здесь есть стандартная и overlay сейчас мы посмотрим что это такое давайте на этом этапе пока остановимся и в браузере посмотрим что у нас сейчас на данном этапе есть смотрите у нас есть видно здесь сзади как бы черная заливка да у нас есть вот такие стрелочки соответственно смотреть ведь они оранжевые вот это все можно поменять то есть по стрелочкам мы можем вручную переключаться и автоматически слайд происходит также на здесь внизу есть вот такие круглешочки по ним тоже мы переходим когда слайд сменяется круглешочек показывает какое изображение активно то есть 1 это первый слайд 2 это 2 картинка да и 3 3 соответственно и то и другое можно отключить либо можем здесь повесить такие ссылки как вперед назад так давайте посмотрим посмотрите слайд тема давайте попробуем быть overlay и посмотрим что у нас изменилось смотрите у нас исчезла внизу визуальная панель стрелок но при наведении у нас выскакивает панелька снизу у нас вот эти круглешки теперь по середине и у нас есть вот английские такие слова то есть это назад например и вперед если вам нравится такой больше дизайн то смотрите что здесь есть дальше шоу показать вот эту кнопку назад вперед вот здесь галочку снимем то не будет показываться и дисплей показывать ли дисплей а индикатор это вот эти вот точки давайте галочки с ними мы посмотрим как будет без них смотрите у нас теперь нет элементов управления я навожу мышь то есть каких-то случаях может быть вам это пригодится у нас не всплывает никакая панель изображение сменяются автоматически без то есть руками нельзя управлять давайте их вернем ну дисплей вот это вот индикатор можно не возвращать а вот эти стрелочки вернем и вот они идут смотрите прав next color color оранжевые они у нас при наведении вот эти вот ссылки назад вперед соответственно ниже вот здесь вот вы можете переименовать удалить эти слова здесь написать например назад то есть говоря о том что типа человек может вернуться назад на одну картинку до или перейти вперед соответственно оранжевый цвет вот можно поменять например красный и background color это вот задние вот эта заливка подложка под картинками можете поменять я черный оставлю давайте посмотрим и вот смотрите при наведении у нас вот еле видны и всплывают эти стрелки назад и вот здесь ее практически не видно вперед чтобы было лучше видно здесь нужно вернуть вот этот вот опцию дисплей тогда при наведении будет такая внизу как бы всплывать бар и вот они назад видите стали такие более красного цвета они вообще мне не нравится вот эта нижняя панель она некрасиво смотрится поэтому я здесь выберу стандартный вариант отображения дальше если вы оставляете слова назад вперед ниже фонд нейм то есть это название шрифта можно здесь прописать для вашего текста текст сайз также размер можно здесь увеличить или уменьшить текст color это как я понимаю в стандартном состоянии белый текст hover при наведении оранжевый также обратите внимание видите меняется цвет вот этих стрелок если мы выбираем шамблон стандарт вы видите да теперь эти стрелки при наведении красный я думаю это наилучшее отображение наилучший дизайн данного слайда вот в принципе и все настройки если вам слайд понравился вы можете забрать данный виджет у меня на сайте ссылочка будет под этим видео на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп мюз без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пейдж делайте их круто 3 и 2 и и и и и и и Продолжение следует...